Легко ли читать текст по суфлёру? Чем занимается режиссёр монтажа? И сколько времени корреспондент тратит на производство одного сюжета? Ученикам шестого класса в Витненской школе номер два интересно буквально всё. Свою экскурсию по редакции телеканала «Видное ТВ» они начали со студии. Здесь у нас не одна студия, две на самом деле. Вот здесь это новостная студия, здесь ведущий записывается. Ребятам под руководством главного редактора «Видное ТВ» Татьяны Брыловой удалось постоять за камерами на месте операторов, попробовать себя в роли ведущих новостей и гостей, поработать с суфлёром. Всем здравствуйте, это с вами Ленинский округ новости. Что у нас сегодня случилось? Чрезвычайная ситуация. Затем школьники отправились в ньюсрум, где их уже ждала корреспондент «Видное ТВ» Юлия Погасьян. Она рассказала, как же рождаются новостные сюжеты. Выезжаем вместе с оператором туда, берём интервью, узнаём нюансы, подробности, впечатления. Всё то, что касается тематики. Желающие смогли лично убедиться в том, что грамотно и правильно прочитать закадровый текст не так уж и легко. Учащиеся с 1 по 10 класс исполнили композиции о войне. А затем ребятам показали завершающий этап выпуска новостей – монтаж. Именно здесь текст и разрозненные видеокадры сливаются воедино в интересный сюжет. Всё очень интересно и можно даже было попробовать. Особенно звукозаписывающая комната. Очень не странная. Мне очень понравилась студия записи новостей. Мне понравилось, что можно всё попробовать. Можно попробовать посидеть в качестве ведущего или гостя. Показали, как записывается всё на камеру. Можно повертеть. Камера очень интересная. Всё понравилось. И студия новостей. Там можно было потрогать дорогостоящие объективы. Познакомившись с телевизионной кухней, ребята заключили самый важный человек на ТВ – это монтажёр. Но на самом деле за любым сюжетом стоит труд множества специалистов. И вклад каждого из них чрезвычайно важен. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.